Осипов Лайф на Радио 1 Здравствуйте! В эфире проект Осипов Лайф и я, его ведущий Вячеслав Осипов, в открытой студии Радио 1 в правительстве Московской области. И сегодняшним собеседником в нашей студии является министр социального развития Московской области Ирина Клавдивна Фаевская. — Министерство, которое вы возглавляете, обладает некими механизмами, чтобы влиять как-то на то, чтобы приобщить людей к более активной деятельности, помимо повышения пенсионного возраста, скажем так. — Ну, вообще, да, это, наверное, самый такой важный аспект работы нашего министерства. Для этого у нас есть в том числе подведомственные учреждения, их 154. Из них большое количество и стационарных учреждений, и в том числе 46 центров социального обслуживания. Вот в центрах социального обслуживания есть и трудовые мастерские. В этом году мы открыли еще 10 трудовых мастерских, но в основном они нацелены, конечно, на жителей Московской области, которые являются инвалидами. А вот в центрах социального обслуживания у нас есть отделение дневного пребывания, так называемые. В каждом таком центре есть программа занятий, которые проводятся для граждан пожилого возраста. Это и скандинавская ходьба, и университет третьего возраста, и какие-то интересные курсы о здоровом питании. В основном, конечно, когда такие программы составляются, наши сотрудники ориентируются на запросы тех пенсионеров. То есть какие-то опросы среди населения запросов? Конечно, что люди хотят, что им интересно. Поэтому я еще раз повторю, что, конечно, нам очень важно, но прежде всего, чтобы все наши пожилые граждане владели IT-технологиями. Потому что может меняться статус гражданина, еще что-то. Даже обратиться за государственной услугой в скором времени без знаний компьютера практически будет невозможно. Конечно, наверное, будут везде консультации, консультанты находиться, многофункциональных центров, которые будут помогать регистрироваться, заполнять заявления, еще что-то. Но лучше все-таки научиться это делать самому. Тем более, что программы очень понятные. И если человек один-два раза за какой-либо услугой обратится и сделает это самостоятельно, это уже для него точно проблемой не будет. Сейчас везде есть личные кабинеты и в пенсионные фонды. И, наверное, мы скоро дойдем до того, что и состояние своего здоровья можно будет посмотреть в личном кабинете. Что-то забывается. Поэтому хорошо уметь делать все самому. Скажите, пожалуйста, а в будущем будет увеличиваться объем финансирования социального развития в Московской области? Я думаю, что да. Потому что область динамично развивается. И у всех, я думаю, ни у кого не возникает сомнения в том, что доходы бюджета в Московской области тоже будут расти. А скажите, здесь санкции экономические, которые против России некоторыми сторонами проводятся в жизнь, они не сильно влияют на это? Нет, я думаю, что мы этого не почувствуем. По крайней мере, социальная защита Московской области точно не почувствуют. И один из таких, может быть, для вас неожиданных вопросов. Как по-вашему, пенсионер может быть пионером? Конечно. Тогда в чем? Вы знаете, вот недавно было такое большое мероприятие «25 лет Московской областной думы». И была международная конференция, были приглашены наши граждане, жители пожилого возраста, которые очень активно занимаются в наших учреждениях. И в частности, там были учители английского языка, которая прекрасно знала язык. И вы представляете, у нее группа, потому что пожилые люди тоже с удовольствием путешествуют, и выезжают куда-то за пределы нашей страны. И, конечно, они гораздо комфортнее и увереннее себя чувствуют, когда они знают язык. И вот она пришла со своими, ну, скажем так, уже учениками в возрасте. Вот она, конечно, тоже тут пионер. Потом была театральная студия, где дедушки и бабушки наши прекрасно танцевали. Причем, ну, такие очень динамичные танцы, типа там сальсы, не знаю. Или самбы бразильские. О чем у нас было уже в свое время репортаж. И это было очень красиво, правда. Приближается мы накануне Нового года, рождественских праздников уже по православному летоисчислению, да? Что бы вы хотели пожелать нашим пожилым людям? Прежде всего, я, конечно, хочу всем пожелать здоровья. Это самое важное и самое главное. Потому что, если все будем здоровы, то все, конечно, получится. А еще я хочу пожелать, вот, несмотря на возраст, всем нашим подопечным, за кого отвечает наше министерство, огромного трудолюбия и скорости. И тогда, я думаю, у нас все получится. Спасибо большое, Ирина, я за это интервью. Я напоминаю, что у нас в гостях была сегодня министр социального развития Московской области Ирина Клавдивна Фаевская. Большое спасибо. Это была открытая студия «Радио-1». С вами был Вячеслав Осипов. Всего доброго. Спасибо. Осипов Лайф на «Радио-1».